Хочу порекомендовать вам свой автоподбор на самые низкие цены в Республике Беларусь. А также действует скидка 10% для всех наших подписчиков. Все ссылочки под видео в описании. Всем привет! Приехал... Всем привет! Нахожусь в городе Минске. Приехал в автосалон Автодом. Это один из самых больших автосалонов в Республике Беларусь. Кстати, вот чем интересно, что еще год назад это был самый большой автосалон в Республике Беларусь. Но сейчас он на втором месте, насколько я знаю. Сегодня посмотрим большое количество автомобилей в самых разных ценовых сегментах. Погнали! Первый это Audi A4 в В8 кузове с двухлитровым турбо-бензиновым мотором на 211 лошадиных сил. Автомобиль 2009 года, 2 литра бензин. Кстати, на полном приводе цена 11950 долларов. Понятное дело, что мелкие сколы по переднему бамперу и по капоту присутствуют. Можно видеть, неплохая комплектация, комбинированный салон, кожа алькантара. Смотрите, какие обалденные литые диски. Смотрится очень жирно. Так, и какой тут радиус? 255 дробь 35R. 20-е тапочки на А4. И вот, посмотрите, все-таки колеса очень сильно решают. То есть, казалось бы, А4, но на 20-х тапках смотрится просто бомбически. 20-е тапки на А4. Здесь BMW 3. Это 2 литра бензин. 245 лошадиных сил. 276 тысяч пробег. 2012 год. Привод задний. 16 тысяч 150 долларов. Комплектация относительно простенькая. Можно видеть салон ткань. Автомобиль в черном цвете. Ну, что тут скажешь. BMW смотрится в целом все равно достаточно интересно. Я достаточно большой поклонник BMW. Ну, а если быть точнее, BMW Mercedes. Ну, и, наверное, будет правильно сказать немножко Audi. Здесь Ford Fusion 2015 года. Автомобиль 97 тысяч указан пробег. Это 1,5 литра турбобензин на 181 лошадиную силу. Цена 12 999 долларов. Такой вот Fusion. В неплохой комплектации. Можно видеть на автоматической коробке передач. Кожаный салон. Сегодня я буду стараться показывать более свежие автомобили. Ну, относительно. Хотя и старые тоже я вам покажу. Но в основном акцент будем делать на авто более свежие. Еще один Fusion. Можно видеть кожаный салон. Автоматическая коробка передач. Неплохая комплектация. По цене 16 925 долларов. Это 2019 год. Пробег чуть меньше 50 тысяч километров. По двигателю все то же самое, что и предыдущего. Это 1,5 литра турбобензин на 184 лошадиные силы. Ну, и здесь давайте уже пару старичков покажу вам. Такой вот Avensis. 2004 года 230 тысяч пробег 1,8. Бензин 7 425 долларов. И Avensis в универсале. 2006 года 415 тысяч пробег. 2 литра дизель. 126 лошадиных сил. 7 525. Ну, и давайте, наверное, мы перейдем на вот эту сторону. Ну, вот давайте вот еще Citroёn Xara 2002 года. 390 тысяч пробег 1,9. Дизель 1550. Вот в маленьком бюджете. Но понятно, что такой бюджет, это значит, что состояние автомобиля будет не очень. Надо понимать, что за полторы тысячи долларов прям хороший автомобиль. Ну, это такое себе. Здесь Opel Astra H. Рестайлинг 1,4. Бензин 90 лошадиных сил. 200 тысяч указан пробег 2008 года автомобиль. 5 850 долларов на механической коробке передач. Салон ткань. Здесь еще один Opel. Opel Astra. Это рестайлинг 1,4. 120 лошадиных сил. Бензин. Пробег 187 тысяч пробег. Но автомобиль достаточно свежий. То есть 2015 года. Ford Focus 2016 года. 1,5. Дизель 120 лошадок. 193 тысяч указан пробег. 11 725 долларов. Салон ткань. 6-ступенчатая механика. Автомобиль в кузове универсал. Здесь Mazda. Mazda 3. 2 литра. 150 лошадок. 145. Указан пробег. 2009 год. 8 475. Фиат. Фиат Типо. 2017 года. То есть свежий достаточно автомобиль. 154 тысячи пробег. 1,4 бензин. Механическая коробка передач. 10 900 долларов США. На 6-ступенчатой механике. Салон ткань. Автомобиль в кузове седан. Такой вот. Фиат. Достаточно свежий. Меньше 5 лет. Здесь Hyundai i30. 2013 года. 100 тысяч пробег. 1,6 бензин. Автоматическая коробка передач. 130 лошадиных сил. 10 900 долларов. Салон ткань. Дальше. Volkswagen Jetta. Тоже автомобиль достаточно свежий. 2019 год, друзья. Это 42 тысячи пробега. 1,4 бензин. Турбобензин на 150 лошадиных сил. 19 600. 19 600. У автомобиля пробега. И 50 тысяч нет. Здесь. Так. Здесь явно что-то они перепутали. Написано BMW. В общем, идем дальше. Здесь вот такой вот старичок. Это Volkswagen Bora. На 101 лошадиную силу. 1,6 бензин. 120 тысяч смешной какой-то указан пробег. 2002 года. 3 275. Здесь два Golf. Вот этот очень интересно выглядит. GT. Ну, и, к сожалению, цельника нет. И еще один Golf. 1,4 бензин. 122 лошадиные силы. 205 тысяч указан пробег. 2011 год. 7 225. На 6-ступенчатой механике. Ну, а здесь вот такая вот Tesla Model S. 2013 года. Пробег 72 тысячи. 422 лошадиные силы. Да, к сожалению, не написано запас хода. 31 тысяча 999 долларов. На светлом салоне. Ну, что-то там панель по центру можно видеть. Она некомплектная, судя по всему. Поэтому идем дальше. Здесь Mercedes. Как вам такой Merin? Это 2011 год. Так. 3 литра дизель, автомат. 123 тысячи 900 долларов. Можно видеть светлый кожаный салон. Такая вот пушка. И рядом Jaguar. Тоже на светлом кожаном салоне. Автомобиль 2000 XF. 3-х литровый бензин. На 340 лошадок. 2016 год. Привод задний. 29 999 долларов. Здесь Audi A8. В D4 кузове. Престайлинг. 3 литра. Бензин. 310 лошадок. 2014 год. 161 тысяча. Указано пробега. Привод полный. 22 450 долларов. На черной коже. Еще один Mercedes. Вот такой вот банан. Ну, понятное дело, тоже на кожаном салоне. Автомобиль. 2005 года. СЛС. Пятый год. 300 почти 1000 указан пробег. 3,5 бензин. 8800. В принципе, за 8800, на мой взгляд, вот так чисто, если смотреть, как панторецку, за 8 рублей с копейками выглядит. Ну, я бы сказал бы честно, за 8 неплохо выглядит. Нравится? Оператору не нравится. Здесь Volvo V70. 2015 год. 200 тысяч указан пробег. 2 литра бензин. 1245 лошадиных сил. 15 тысяч 625 долларов. Ну, Volvo, как правило, это богатая комплектация. И здесь не исключение. Mercedes 221 за 16 975 долларов. За 2009 год. 5,5 на 388 лошадиных сил. 16 тысяч, как я уже сказал, 975 долларов. На жирной комплектации. С самым, насколько я знаю, мощным мотором. Ну, по крайней мере, по объему точно. 5,5 литров. И 65-я BMW 7-ка. 2001 года. Из первых. 190 тысяч указан пробег. 4,4 бензин. Привод задний. Автомат. 6,950. Ну, и, ну, конечно, по состоянию. Можно видеть, крылок как кисточкой покрасил кто-то. Ну, а здесь купешка тоже от BMW. Шестерочка. С такими вот нюансами. 2004 год. 4,4 на 333 лошадиные силы. Автомат. 200 тысяч указан пробег. 8 тысяч 575 долларов. На светлом кожаном салоне. Вот с такой вот панорамой. Присутствуют царапины на заднем крыле. Здесь, смотрите, какая красавица. Единственное, что универсал. Не люблю я универсалы BMW. Пятерка. 18-й год. 180 тысяч пробег. 2 литра бензин. 184 лошадиные силы. 27 тысяч 500 долларов. На коричневой коже. Но, опять же, универсал. Не знаю, лично мои предпочтения, что все-таки BMW должно быть не универсалом. Здесь Lexus ES. Так, 18-й год. 52 тысячи указан пробег. 2,5. Гибрид. Коробка-вариатор. 43 тысячи 920 долларов. Тоже на коричневом салоне. На кожаном. Свежий Lexus. Ну и давайте немножко посмотрим паркетников, внедорожников. Hyundai Santa Fe. Первого поколения. 2003 года. 420 тысяч. Указан пробег. 2 литра дизель. 112 лошадиных сил. 6275 долларов. Велюровый салон. Автомобиль в белом цвете. И погнали дальше. Здесь Kia Sportage. 2013 года. 112 тысяч пробег. Привод передний. На автомате. 14 тысяч 775 долларов. Салон ткань. Простенькая, достаточно комплектация. Это капот открыт. Я думал, там зазор, что два пальца влезет. Здесь Kia Sorento. 2008 года. 234 тысячи пробег. 2,5 дизель. Полный привод. 170 лошадиных сил. 11 950 долларов. Салон ткань. Такой вот Sorento. С 2,5 литровым дизельным мотором. Здесь еще один Kia Sorento. Только это уже бензин. 3,5 на 195 лошадиных сил. Атмосферный. Полный привод. 5,624. 5,624. Здесь Nissan X-Trail. 2 литра бензин. 141 лошадка. 2010 год. 190 тысяч пробег. 10 999 долларов. Здесь Jeep. Grand Cherokee. 2006 год. 208 тысяч пробег. 3,7 бензин. 210 лошадиных сил. Привод полный. 9 250 долларов за него просят. Ну, понятно, Cheroke's будет на кожаном салоне. Ну, такая машинка, на самом деле, на любителя. Здесь Nissan Qashqai. 2016 года. 70 тысяч указан пробег. 1,2 бензин на 115 лошадиных сил. Привод передний. Простенькая комплектация. 15,5 тысяч долларов за него просят. Такой вот аппаратик на тканевом салоне. Еще один Nissan Qashqai. Автомобиль уже с двухлитровым бензиновым мотором. Тоже на переднем приводе. 180 тысяч пробег. 15 год. 144 лошадиные силы. 17 174 доллара. Ну, комплектация пожирнее на кожаном салоне автомобиль. Здесь Hyundai i35, если я не ошибаюсь. Да, X35 с двухлитровым бензиновым мотором на 150 лошадиных сил. Привод передний. 140 тысяч указан пробег. 10 375 долларов. Салон комбинированной ткани кожи. Механическая коробка передач. Здесь Captur. Renault Captur 2018 года. 37 тысяч, кстати, указан пробег. 1,6 привод передний. 114 лошадиных сил. 16 150. 16 150. Тоже салон ткань. Эти мухобойки наклеены. Ну, такое себе. Ну, кому-то нравится. Здесь Subaru Forester. Старый Subaru. Полноприводный. 2002 года. 400 тысяч. Указан пробег. 2,5 бензин на 211 лошадиных сил. 5 850 долларов. Ну, а здесь Geely. Geely Atlas. Пользуются они у нас достаточно такой популярностью. Можно сказать, что это белорусский автомобиль. Ну, в кавычках на самом деле. Китайский, белорусский, наверное, будет правильно сказать. Atlas. 2-х литровый. На атмосфере. На 141 лошадиную силу. 95 тысяч пробег. 2018 год. 15 тысяч долларов. Ровно. По салону. Салон ткань. Комплектация не сильно богатая, скажем так. Ну, это такой хорошей комплектации. Логан. Можно видеть повторители поворотников в зеркалах. 2018 года. Логан. 1,6 бензин на 82 лошадиные силы. Пробег 140 тысяч. 7 тысяч 525 долларов. В принципе, неплохая цена. Ну, 7,5 тысяч. Для Логана, наверное. Ну, относительно. Ну, по салончику. А, ну, наверное, по такси, может, был. Хрен его знает. Под затертый такой салончик, на самом деле. Пробег 142 тысячи за 2, ну, грубо говоря, 3 года. Здесь Hyundai Accent. 1,6 бензин. 123 лошадиные силы. 65 тысяч пробег. 10 тысяч 700 долларов. Салон ткань. Механическая коробка передач. Ну, комплектация простенькая. Ну, а здесь отечественный автопром. Это Lada Priora. 1,6 бензин. 98 лошадиных сил. 2011 год. 2,499. Ну, косяки, конечно. Косяков хватает, конечно. 1,4 бензин. 122 лошадиные силы. 184 пробег. 1,8 475. Такая вот таблетка на автоматической коробке передач. Салон ткань. Блин, ну, для города, мне кажется, прям вот то, что надо. Шустрая, маленькая. Для городских пробок. Здесь Volkswagen Polo. 2017 год. 124 тысячи указан пробег. 90 лошадиных сил. 10 375 долларов. Здесь это пыжик 301. 2017 года. 70 тысяч указан пробег. 1,6 бензин на 115 лошадиных сил. 9 325 долларов. На механической коробке передач. И еще один пыжик. Нет, это Citroën, ребят. Я уже путаться начинаю. 13 год. 160 тысяч пробег. 1,6 бензин. 115 лошадок. 7 425. И вот о чем я говорил. Вот они еще. Два Polo. Polo 2015 года. 104 тысячи пробег. 7 999 на механической коробке передач. И Polo 2013 года. 170 тысяч пробег. 1,6 бензин. Автоматическая коробка. 105 лошадиных сил. 7 525 долларов. На этом все, друзья. Это была автокомиссионка Автодом. Пишите под этим видео в комментариях. Задавайте свои вопросы. И пишите, из какой площадки и на какую тему вы бы хотели следующий ролик. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok